Не так много вакансий. Мог бы заиграть, с Вашей точки зрения? Мог бы. Вполне мог бы. Вообще ситуация такая, что нам приятно констатировать, что гол забит. Да, ситуация такая, что мы прозевали гол. Давайте посмотрим. Быстро его забили. Хорошая такая была ситуация. Пока уж повтор. Наверняка. Ну вот, с той самой нашей любимой верхней камеры. Посмотрите. Это Константинов. Ньюиндайк. Этот 25 номер, я думаю, уже запомнили. И вот теперь запомните еще один номер. Это Тим Суини. Показывают нам Кайта, но я думаю, что это передача Кайта. Точнее, не передача, а вот этот щелчок от синей линии. Защитник Джим Кайт сделал, а Суини подставил клюшку. По крайней мере, у меня создалось такое впечатление. Ну-ка, смотрим. Вот это Кайт. Оббрасывание. А, клюшечка, да. Клюшечка Суини все-таки подставлена. И это дезориентирует Максима Михайловского. Это не Костичкин случайно. Вот он уже обратил внимание в третьей игре под лед. У него как-то шлем плохо держится. Флери! Терен флери! Вот у кого шайба держится лучше, чем шлем у Костичкина. Да, так, поднадавили. Ну вот этот миниатюрный форвард. Да, шлем уже лежит на сетке ворот Максима Михайловского. Давайте посмотрим. Вот флери шайбы, смотрите. Вот сплел такую комбинацию сам с собой. Но, тем не менее, вот Остриков рвется. Прекрасно. Это уже не реализация численного преимущества, потому что мы видим в полном составе Калгари. И уравнялись-таки шансы сторон до перерыва. Кто это был? Масленников, да? Да, это Игорь Масленников. Смотрим. Масленников, Остриков, вот этот вот. Тренируются перед поездкой в Италию. Да, который, правда, еще. Пройдет время. Вы знаете, такие голы и сейчас смотрятся, как гол на загляденье. Прекрасный пас и молниеносный бросок. Причем бросок-то такой осмысленный, верховой. Все как нужно. Не получилось. На чем тут получится, может быть, выход хороший. Да, два в один, но и два броска и шайба у ворота. Это с добиванием. Это не два броска. Один бросок и второе добивание. Так, хотя тут, в общем, добивание тоже бросок. Тоже бросок. Да, шайба-то была в полете. А это снова Хмылев. Вот крылья Советов работают на совесть. Из чего начиналось все это? Вот перехват хороший. Одна передача. Первый бросок и добивание. Да, замечательно все сделал Хмылев. Передача записана на Миронова. Оставил это так. На свое усмотрение. Вот, ну это напрашивалось. Это напрашивалось. Вы видели, что Калгари, конечно, выглядел в эти минуты лучше. Откровенно лучше. И да, Гилмор на 35-й минуте. Сравнивает счет. 3-3. Да, сейчас нам покажет повтор. Вот что бывает, когда остается игрок неприкрытый. И имеет чистый лед. Хороший бросок. И передача Сутера тоже. Того стоит. Вот он сымитировал. Или даже не сымитировал. Это такая просто сильная передача, наверное. Да, пряхи, но бросает нам. Вот, 3 в 1. Ну, внимание. Пас. Грамотно. Ничего не сказали. Блестяще. Блестяще сыграл Коваленко. Отдал пас на дальнюю штангу. Масленников подставил клюшку. Ну, вот это так, как играет ЦСКА. Фирменная игра. Вот, смотрите. Возврат шайбы. И пустой абсолютно угол. Ну, посмотрим, куда это подстегнет. Ну, Михайловский, нет шайба тысяча. И все-таки Суини добивает ее. Потерял Михайловский. Там сколько людей лежало. Там целый склад из хоккеистов был. И вот, смотрите, опять ничья в который же раз? В четвертый. Да, вот тут уже Суини так смеется. Как это вообще получилось, что он автор этого гола? Ну, посмотрим. Натрас. Так, подойдет. Так. Вот. Ногой отбрасывает Михайловский шайбу. Неудачная попытка ее выбросить. Ну, да. Но это вот такое. Да, вот Суини действительно все-таки ее перебросил через ногу Михайловского. Счет стал 4-4. Кого выпустит Тихонов? На это мы смотрим еще раз этот сумасшедший гол. Сумасшедшую шайбу. Вот она еще раз. Попытались ее выкинуть, не получилось. Второй раз попытались. А тут Суини прибежал. А там дальше прибежал Каменский и положил Суини. Но уже было поздно. В меньшинстве атакует Калдарь. Бакаров. Могучий щелчок. Но вот не увлеклись бы они, атакуя в меньшинстве. Так, Каменский. Хорошо. Хорошо. Браво. Да, вот. Со шлемом на бекрень. Так вот, Каменский был лиц такой. Каменский у нас, да, 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 да. Вот еще один булит. Вот что значит выход 1 на 1 Каменского. И вот что значит нарушение. Мато ни с того ни с сего в средней зоне приложил человека к борту. И в очередной раз ЦСКА выходит вперед. Смотрите-ка уже у нас. 1-0 вели. 3-2 вели. 4-3 вели. Теперь 5-4 повели. А кайт-то нескоростной парень. Как его Каменский сделал. По большой дуге даже обойдя. Так, может быть перехватить. Сутер. Так, а ЦСКА в планном составе уже. А, да, 20 секунд и канун. Но если двойной и малый штраф. Шайба все равно. Это уже не важно. Шайба там в воротах. Ну, кто? Вот спасибо Константину несколькими секундами раньше, что прервал атаку. А кто забросил-то? Нет, не Михайловский. Что, игра закончилась? Не думаю. Я думаю, что просто уже все поскольку понятно, после того, как шестая шайба влетела в ворота. То такая первоначальная радость. Нет, игра закончилась. Сколько секунд до конца мы не знаем. Михайловский уже кому-то с благодарностью рванулся. И теперь обратно. Вот уже ЦСКА улыбаются все. К тому же переводчики объясняют, что надо делать. Константинов. Константинов. Неужели Тодд забросил шайбу? Да, похоже на то, что Константинов герой последней минуты. Поверх упустил. И все. За три секунды до конца заброшена была эта шестая шайба Владимиром Константиновым. И ЦСКА обыгрывает Калгари Флеймс со счетом 6-4. И вот еще один герой. Михайловский. Безусловно. Заслуживающий самых лучших слов. Ох ты. И вот Константинов-то здесь просто под шайбу героически бросился. Да, кончен галл. Погасли свечи.